Подготовка котлея посадки. Вот только что отделенная от мамы деленка. Тут в принципе вот она ходит, можно в принципе отделить еще, но я не хочу, потому что она тут с бутоном. Итак, что мы имеем? Мы имеем старые корни, имеем совсем старые корни, уже не работающие, вот типа этого. Имеем корни, которые повреждены при разделении куста. И имеем новые корни. Соответственно, прежде всего надо почистить корневую систему от всей гнили, от всего того, что работать не будет. Лишняя органика нам не нужна. Вот этот корень поврежден при пересадке, при отделении куста. Мы его убираем. Вот этот корень гнилой, он уже свое отработал. И вот здесь тоже мы их просто убираем. Так, смотрим здесь, что у нас есть. Вот здесь надо немножечко почистить. Так, так. Вот здесь у нас есть какие-то корешки. И очень помогает в этом деле пинцет. Вот такой длинный пинцет. С его помощью можно почистить остатки корней, остатки грязи, какую-то органику. Вот это вот всё надо убрать, чтобы её там не было. Так. Это ничего. Теперь, вот эти чехлы я снимаю. Они легко снимаются. Я их снимаю и удаляю, потому что щитовка очень сильно любит селиться под ними. И они начинают гнить, когда туда попадает влага. Поэтому я их убираю. Вот так. И так же здесь на резоме. Здесь тоже какая-то грязюка. Просто эти чехлы надо убрать. Это не обязательно, но я предпочитаю это делать. Кто-то со мной не согласится. Но есть на этом несколько причин. Помимо того, что щитовка под ними живёт, как я уже говорил, или скажем так, любит жить. У меня её, к счастью, нету. Ещё какой-то кореш обнимой. Всё-таки под ней находятся зелёные части. А раз зелёная, значит, участвует в фотосинтезе. А раз участвует в фотосинтезе, то почему бы её не оставить? Почему бы не дать котлее больше площади как бы питания для фотосинтеза. Она же зелёная, значит, работает. Ну вот. Вот котлейка готова к посадке. Можно ещё отрезать вот этот чехольчик прошлого года. Всё. Спасибо. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok